Итак, дорогие друзья, всем доброе, добрее же утро, шалом, шалом из Иерусалима, из святого города Иерусалима, я долетел, из Москвы, был я в Москве, и еще раз хочу сказать, что мы живем в удивительное время, раньше 2000, вот мы сейчас изучаем книгу Хитас, там есть Таня, мы сегодня, кстати, на ней в основном остановимся, на сегодняшней Тане, и получается так, что Альтер Рэб, он родился где-то, он написал Таню в 1776, в 1850 году, он умер уже, мне кажется, в 1800 или 1800 какой-то год, он умер уже, да, это прошло 200 лет, так, в то время, вот представьте ситуацию, да, я был, вылетел из Израиля, был в Украине, из Украины через Стамбул долетел до Москвы, из Москвы вернулся в Израиль, то есть 200 лет назад это было просто, вот скажи кому-то на улице, что будут летать железные птицы, и в них будет по 300 человек сидеть, по 400, и они будут летать из страны в страну в течение нескольких часов, но люди сказали, но это чудеса, это нереально, это чудо, этого не может быть, в принципе не может быть, потому что этого не может быть, у них даже не было зацепки на то, чтобы это даже представить, что это может быть реальностью, 200 лет назад не было электричества, вообще 200 лет назад не было даже парового двигателя еще, 200 лет назад, ну тем более не было двигателя внутреннего сгорания, самолеты не летали, ну какие самолеты, если электричества не было, представляете, и мы сейчас живем в такое время чудесное, но мы почему-то не обращаем внимания, что это чудесное время, и когда нам говорят, вот придет Машиах, вот значит есть Рай, есть Уламаба, мы так же, как те люди 200 лет назад, говорим, да не, ну это как это, как это вообще, это какой Машиах, понятно, да идея, то есть все в этом мире вопрос веры, вопрос веры, и мы верим в то, что Тора Эмет, Тора Истина, Маши Рабейну получил Тору от Всевышнего, и это так же истина, как то, что самолеты летают, даже больше истина, хорошо, и так значит, дорогие друзья, мы продолжаем изучать, мы продолжаем, а вот как раз Анна Васильченко из Гадича, в Гадиче как раз Мадила Альтера Ребе, и туда ездят молиться на его Мадилу, значит, туда ездят молиться на его Мадилу, очень он был великий человек, значит, видите, внизу есть ссылочка Instagram Ваикра, я очень вас прошу, подпишитесь, пожалуйста, на нашу страницу в Instagram Ваикра, потому что нам нужно, значит, нам нужно, чтобы в Instagram, чтобы в Instagram было 10 тысяч подписчиков, чтобы нам дали возможность еще сильнее распространять Тору, а у нас сейчас 6 тысяч, поэтому, поэтому, значит, пожалуйста, перейдите по ссылочке, подпишитесь и распространите ссылку среди всех, кто подписан, кто пользуется Instagram, потому что нам нужно 10 тысяч подписчиков на странице Ваикра, чтобы мы могли больше распространять Торы, я даже, может быть, специально сделаю несколько дней, уроки будут в прямом эфире в Instagram, а не в Facebook, для того, чтобы, для того, чтобы все туда перешли, нам важно это, пожалуйста, ладно, то есть, очень важно, не что Бог делает для тебя, когда мы слушаем уроки, учимся, это мы, в принципе, получаем влияние, то, что Бог делает для нас, а важно, что ты делаешь для Бога, вот, когда ты делаешь какое-то действие с усилием, это как раз ты к Богу приближаешься, приближайся по-настоящему, поэтому, вот сейчас действие, это подписаться на страницу Ваикра в Instagram, есть ссылочка, и распространить эту ссылку по всем своим друзьям, знакомым, или просто взяли у человека телефон, открыли Ваикра и подписали его на Ваикру, пускай, пускай, значит, слушает слова Торы. А этот урок посвящается для поднятия души Рахельба от Шломо, значит, чтобы было ее нишматат срора бен нишамот Ахаим, так желают, чтобы ее нишама, божественная душа, была привязана вместе, в одной она была связь с нишамот Ахаим, с душами живых. Это очень интересное выражение, потому что тот, кто привязан к Богу, он и при жизни живой, и когда он уходит, он живой. А тот, кто отделен от Бога, даже если он физически может там слова произносить, двигаться, но он не называется живым. Поэтому раз Рахельба от Шломо, ее родственники, ее близкие, они этот урок посвящают ее памяти, значит, у нее точно есть связь со Всевышним. Кстати, интересно, что потомки, или когда мы говорим слова великих раввинов прошлого, великих праведников, пророков, в этот момент мы через них соединяемся, через эти слова соединяемся со Всевышним. И они становятся, их души становятся как каналом таким. Хорошо, Светлана Карачева подписана на выигры, но и надо теперь попросить еще 5-6-10 человек, чтобы тоже подписались, послать им ссылочку. Можно написать, что бы вы хотели, чтобы было там, мы будем вам давать контент Тору в том формате, чтобы вам было интересно и хорошо. Сегодня мы продолжаем изучать Хитас, все, в этом году мы изучаем Хитас. И идет у нас урок по-простому. Чуть-чуть Хумаш, чуть-чуть Тейлин, чуть-чуть Тани. Я не всегда успеваю все это сделать, поэтому у вас есть ссылочка в телеграм-канале Воикра на книжечку Хитас на русском, чтобы вы могли ее сами же прочитать. Это очень часто занимает, если полностью все прочитать дневно. Значит, мы сейчас находимся в недельной главе. В недельной главе как раз Берешит. И в недельной главе Берешит, это первая глава Торы, рассказывается о сотворении мира, о сотворении человека и о истории людей до потопа. До потопа. То есть такая длинная глава, занимающая 10 поколений. Было 10 поколений от первого человека Адам Решона до потопа, до Ноаха. Ноах это было 10 поколение. И начиная с сыновей первого человека, в моральное состояние людей все становилось все хуже, хуже и хуже. Все ухудшалось. То есть мы видим, что Всевышний, как он создал человека, и он создал человека, как сам Всевышний сказал, что зло в сердце человека от рождения, Минаурав, от того, как он появился. То есть он сам же, Всевышний, дал в сердце человека побуждение ко злу. Получается, Всевышний является источником побуждения ко злу, но не зла. Всевышний не может быть источником зла. Это очень важная вещь. Красть сегодня в Тании это разбирается. И вот оно с этим связано. Значит, Всевышний создал Ецер, который называется Ецер Ара. Ецер – это как создание, источник, можно сказать, побуждение ко злу. И надел на эти действия, как ярлычки зло. Например, запрещенные половые связи. Ну, что такое половые связи? Это же проявление любви. Такое очень сильное проявление любви, когда человек любит друг друга, другого и хочет с ним соединиться. Что здесь плохого? То есть, это любовь такая прямо, make love, делай любовь, нет войне. Но Всевышний сказал, секундочку, побуждение к любви, оно должно быть в рамках управления твоей душой и твоим интеллектом. У тебя есть твоя жена, у тебя есть дети, у тебя есть родители, у тебя есть вафта, лера, хакамоха, возлюби ближнего, как себя. И у тебя есть Всевышний, и возлюби Бога. Возлюби Бога. Получается, что Всевышний дал рамки, куда проявлять свою любовь. А если ты вместо этих рамок начинаешь соединяться с теми, с тем нельзя, это зло. Понятно, да, как работает? Теперь еда. Всевышний дал специально, он сказал в начале до потопа, нельзя было есть мясо, нельзя было есть животных. Он дал все, вся еда была трава, и всего лишь одна была запрещенная еда. Плод познания добра и зла, дерево познания добра и зла. Он человеку сказал, этого дерева не ешь. Человек поел, он нарушил запрет на питание, он нарушил запрет. Нет, говорят, что женщина с этим змеем нарушила запрет на запрещенные половые связи. Есть такие предания. В Медрашим там очень все запутано, но говорят, что он эту женщину... Змей это был не как змей сейчас, это был змей такой, который мог разговаривать и так далее. В общем, говорят, что он женщину тоже совратил. И еще там было вот в этом, когда нарушила первая женщина, а потом она мужа совратила, Адам Решона, чтобы он скушал. Там было еще одно нарушение, которое называется запрет на слова мудрецов. Там был еще такой момент, когда Всевышний сказал Адам Решону первому человеку, от этого дерева не кушай. То он это принял от Всевышнего. Потом он сказал женщине, которая не слышала слова Всевышнего, своей жене Хаве, он ей сказал, от этого дерева нам Бог сказал не кушать и к нему не притрадиваться. Он ей поставил ограду для закона. Он ей поставил ограду для закона, он думает, зачем я ей скажу, что только кушать нельзя. Я ей скажу, что еще и притрадиваться нельзя, чтобы она даже не думала к этому дереву приближаться. И когда змей с этой женщиной разговаривал, он ее совращал, и он ей сказал, что Бог запретил вам от этого дерева кушать. Он не хочет, чтобы вы стали как Он. В момент, когда вы покушаете от этого дерева, вы станете как Бог, создающий добро и зло. У вас появится вот это свойство, свойство создавать ярлыти, создавать, менять название. То есть вы станете как Бог, творцами реальности и правил. Да, это он имел ввиду. И она ему змею сказала, нет, нам Бог запретил от этого дерева кушать и к нему прикасаться, иначе станем мы смертными, умрем. А змей, говорит предание, что змей ее толкнул, и она прикоснулась. И он ей сказал, видишь, говорит, ты же не стала, ты не умерла, ты все, ты дотронулась, ты жива, значит и есть можно. И она нарушила слова, для нее муж это был как мудрецы, как мудрецы Тора, как раввина, он был передатчиком знания от Бога к ней. И он ей сказал, нельзя прикасаться, она нарушила его слова и прикоснулась, и поела. И потом она его же поймала, его же поймала, она ему говорит, смотри, Бог сказал, от дерева нельзя кушать. Так ты не с дерева кушаешь, это я тебе даю, я уже поела, и ты слова Бога не нарушаешь, Бог тебе сказал, от дерева нельзя кушать, но ты не ешь от дерева, ты ешь от меня, от своей жены, которую Бог тебе дал. И он подумал, да, действительно, Бог мне дал жену, в общем, он съел. А теперь что получается, когда Бог его спрашивает, ты зачем ел, он говорит, а это не я, это знаете, вот типичное поведение, это архетипы, архетипы поведения человека. Сделал нарушение, ты зачем сделал, это не я, это жена, которую ты мне дал, он к жене, а ты зачем ела? Она говорит, это не я, это змей меня совратил. Видите, вот прям схема, когда ты человеку говоришь, ты делаешь что-то неправильно, он отвечает конкретно, как первый человек, это не я, это я не виноват, у меня были объяснения. Понятно, да? Теперь, значит, дальше, это начало истории, мы видим архетипы человеческой безответственности, правильно говорит, безответственность, снятие с себя ответственности. Архетипы, что совращает? Половое влечение, значит, запрещенная еда и не слушать мудрецов, то есть не слушать мудрецов. И что? Получается, получается дальше, их сыновья, Каин и Эвель, два брата, Каин убил Эвеля. И история, чем с каждым следующим поколением все хуже, хуже, хуже и хуже. В общем, люди уже, вот мы дошли сегодня до девятого перека первой главы, значит, девятый перек, девятый отрывок первой главы Берешит. И были сыны Ноха, выходящие из Ковчега, а, почему-то я оказался вдруг в главе, сейчас, секундочку. Я открыл не ту, не ту уже главу я открыл, значит, почему-то у меня здесь идет про Ноха, хотя не должно быть про Ноха, секундочку. Так, второй, я не ту открыл, вернее, не ту они прислали, видите, Ноха уже. Значит, открываю глаза, глава на пятницу, Журнахитос. Хорошо, у меня сбилось, я вам расскажу, что было сегодня. Значит, сегодня рассказывается поколение от Ноха, от Адам Решона до Ноха. И там был один человек, я на этом хотел остановиться чуть подробнее, был один человек по фамилии Ханох, по имени Ханох, фамилия Ханох. В общем, в Торе он упоминается как Ханох или Енах, его переводят на русский язык почему-то, хотя написано, явно в Торе написано Ханох. И вот этот Ханох, он был праведником, и несмотря на то, что в том поколении, все потомки Адам Решона, они жили по, очень долго они жили, они жили по 900 лет, 800 лет, Ханох жил 300 с чем-то лет. А почему он жил 300 с чем-то лет? Он же был праведник, написано, что Всевышний его забрал. И там есть комментарий Раша интересный, который говорит следующее, что он был праведный, но было сомнение, что он сейчас с этой высочайшей ступени, он упадет. И Всевышний именно в заслугу его праведности забрал его на небо, пока он еще не согрешил. Такой есть комментарий. Ханох. И мне это напомнило одну очень историю, фантастическая история, которая произошла около 15 лет назад, когда был первый израильский астронавт Илан Рамон. Он, значит, его выбрали от Израиля, чтобы он летел в космос в составе экспедиции. И вот этот Илан Рамон, он готовится к полету. Он был один из выдающихся израильских летчиков, военных, который участвовал, когда они разбомбили Иракский атомный реактор. То есть такой был очень сильный израильский такой воин, но он был абсолютно из нерелигиозной семьи, из кибуцев, из таких коммунистов, социалистов, которые строили государство Израиль, вообще нерелигиозный. И вот он готовится к полету на мысе Канаверал. В течение года идет подготовка. И вдруг он по ходу дела начинает изучать Тору и становится все больше и больше религиозным. Приближается полет. Он говорит, вы знаете, я уже, я лечу в космос, и я еврей. И я понял, что у нас связь с Ивышним идет же через заповеди, поэтому я хочу кушать только кошерное. Ну, Америка, космонавты сделали ему в тюбиках всю кошерную еду, в бадатс, кашрут, все, кошерная еда. Он говорит, а мне же надо еще кедуш делать на шаббат. Значит, хорошо, сделали ему в тюбиках сок, чтобы кедуш делать. И тут как раз приближается уже вылет. Он говорит, а как же я шаббата буду соблюдать? Ведь этот вот космический корабль, он вокруг Земли постоянно летает. У него сменяется за 24 часа, сменяется день-ночь, день-ночь, несколько раз. И непонятно, когда шаббат, как шаббат соблюдать. В общем, раввины совещались, совещались. Такой ситуации в Торе не предусмотрено. Хотя написано в Торе, в самой же Торе, прямым текстом написано, что забросит тебя Всевышний на край неба, и даже оттуда он тебя потом соберет. Значит, на край неба забросит, раввины совещались. И, значит, он начал соблюдать шаббат. Решили, что будет соблюдать он шаббат по времени, по времени, место, откуда он вылетал, Мисс Канаверал, да, в Калифорнии, по-моему. Хорошо, значит, вылетает он в космос. Весь Израиль ждет, что он скажет, когда увидит из космоса маленький-маленький Израиль. Израиль вообще на карте мира, его и не рассмотришь. Он такой малепусенькая страна. Прям вообще удивительно. Это маленькая-маленькая страна, которая вообще ее не видно даже. Как говорят, что китайский премьер-министр, какой-то как-то лидер китайской компартии, когда ему все время докладывали, что Израиль, 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 вон опять рассматривается Израиль, там Израиль. Он говорит, а сколько их в Израиле? Ему говорят, их в Израиле 6 миллионов. Он говорит, подождите, в какой гостинице они остановились? Это китайский лидер спросил. В какой гостинице они остановились? Так их мало и так много про них пишут. Значит, и вот он поднимается в космос и ждет весь Израиль, значит, что он скажет, герои Израиля, что он скажет, пролетая над Израилем, ждали, что он споет Атиква, это дивно Израиля. Это очень, израильтяне очень любят Израиль, вот те, которые строили страну, даже они были нерелигиозные, но они совершенно невероятно выполняли заповедь возлюбив ближнего как себя, они жили как одна семья, они полностью у них было, абсолютно они делились с последним, с каждым приезжающим в Израиль, то есть они были с точки зрения добрых дел и самоотверженной любви друг к другу, они были на высшей ступени праведности. И вот, значит, но они были нерелигиозные после катастрофы, многие из них были, которые спаслись из катастрофы после концлагерей, они не знали, что с этим делать и были многие нерелигиозные. В общем, Илан Рамон в полете, когда он видел Израиль, он сказал то, что должен говорить еврей, Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхат, он сказал, вот это главная декларация, что слушай Израиль, Бог всесильный наш, Бог один, один, един, есть только Бог, да, нет ничего кроме Бога, никого кроме Бога, все это Бог, это он сказал. И с ним случилось потом то же, что случилось с Ханохом в этой недельной голове Брешит, когда опускался этот космический корабль, он взорвался, и Илан Рамон ушел на небо праведником. Он достиг такой высшей точки святости, это я слушал это объяснение от Рав Гриллиус, он тогда учился в Яшиве, как раз когда это произошло, и он вот объяснил так этот случай, он поднялся настолько высокую ступень святости, что ему уже любое его действие внизу на земле, это уже было относительно того, это освещение имени Всевышнего, которое он сделал, это было падение. Всевышнего забрал праведником, и он там как раз, наверное, с Ханохом вместе, с великими праведниками, которые освещали имя Всевышнего, как рабе Атива, которого убивали римляне, он говорил, я всю жизнь об этом мечтал, и в момент, когда его убивали, он сказал, шма Исраэля, шамелакейна, шамахат, и ушел в тот мир. Как целые были еврести общины, которых убивали, крестоносцы там и так далее, а они говорили, нет, мы уходим, нам лучше умереть, освещая имя Всевышнего, чем изменить вере. В общем, вот это вот была небольшая история про Ханоха. Теперь я хотел обязательно сегодня это расскажу, то, что было в сегодняшней Тани, в книге Тани. В сегодняшней книге Тани, Альтера Ребе, рассматривает вопрос очень важный. А как же быть со злом? Если Всевышний это добро, он источник добра, любви, он создатель мира, который создал мир для того, чтобы давать добро, то откуда же зло в этом мире? Откуда зло в этом мире? И утверждает Альтера Ребе, утверждает, что то, что мы называем злом, по факту, там тоже скрывается Всевышний. То есть Всевышний источник не может в жизни быть ничего без того, чтобы это наполнял Всевышний. То есть Всевышний, он дает жизнь, энергию и силу и движение всему. Но как же быть, когда берет человек нож и убивает другого человека? Как быть с этим? Объясняет Альтера Ребе следующее, что есть, это не он объясняет, это сейчас я даю как бы пример, который объясняет то, что сказал Альтера Ребе. В книге Дворим там есть такой отрывок, что сделай ограду на крыше своего дома, чтобы не упал падающий с твоей крыши, чтобы не было на тебе крови. Используются слова, чтобы не упал падающий. То есть есть человек, который своими поступками, может быть это вообще не этой жизни его поступки, может быть это воплощение прошлой поколения и так далее, но пришло его время уходить из этого мира. Пришло его время уходить из этого мира, так Всевышний установил, это его история. Теперь он должен уйти из этого мира, его должны убить. Должны его убить. Значит, но кто его убьет? Написано, что убийство же это преступление. И вот тут есть свобода выбора. Есть множество, множество есть людей, которые находятся на грани того, чтобы убить другого. Они своими поступками, своими выборами, своей системой убеждений, верования, они живут уже на самой последней грани и они готовы убить. То есть причем иногда слышишь от таких приличных людей, которые смотрят на других людей, тоже приличных, и говорят, я бы его убил, вот я бы убил, за это убивать надо. То есть они прям смертную казнь раздают вот так вот, смотрят телевизор, у них пол телевизора, пол мира надо убить, этих надо убить, этих надо тоже убить. Включая там, ну, очень приличных людей. И сами они приличные люди. Но они каким-то образом, почему-то для них пока мисс на словах, но для них убийство уже как бы рядышком где-то находится. Теперь, и вот кто-то из них берет этот нож и убивает того, кто должен был умереть от ножа. То есть тот, кто взял этот нож, это была его свобода выбора. Тот, кто взял этот нож, он мог его не брать, но его бы взял кто-то другой. В итоге все равно ситуация придет к тому, что как было уже запрограммировано в духовных высших мирах вследствие учитывания всех факторов, всех-всех-всех факторов за все поколения. Это когда раби Ативу убивали римляне, то задали вопрос ангелы Богу. Они, ангелы, спросили у Бога, это Тора, это награда за Тору? Самого высшего вообще мудреца поколения, раби Ативу убивают. А Бог им сказал, он им говорит, молчите ли я разрушу мир. Так его ответ Бога для ангелов, очень есть разные объяснения, что там было скрыто. И одно из объяснений, он им говорит, ангелам, что вы вообще, вы ангелы. Вы видите, как ангелы, они видят только свой функционал. Ангелы – это как силы проявления Всевышнего некие в духовных мирах программы такие, скажем, мини-программы. Такие программы, у которых есть свое задание – это ангелы. И Бог им говорит, ангелам, вы хотите, чтобы я вам разрушил мир? И с самого начала показал, как мир разворачивался от первого человека, от его жены Хавы, от поколения потопа, от поколения, ну и так далее. То есть, он говорит, каждый момент вот нашей сегодняшней реальности – это следствие целой огромной истории, как двигается мир. Бог говорит, но не может быть сомнения, что все, что происходит – это идеально, это фактическая, это реальность, которую я создаю, и Бог добрый. Это надо помнить. Я хочу дать еще простой пример тому, что сказал Альтер Ребе. Он говорит так, что то зло, которое нам кажется злом, оно тоже идет от Бога. И приводит он доказательства, когда царь Давид, на которого напал его сын родной, Авшалом, и когда он убегал от родного сына из Иерусалима со своими близкими воинами, и вышел к нему Шиме Бенгера, и начал его проклинать, оскорблять. И его военачальник говорит, давай я эту собаку убью, говорит, что это он царя Израиля проклинает. А Давид ему говорит, нет, говорит, это не он меня проклинает, это Всевышний через него мне говорит то, что должен сказать. И возможно, этим моим страданиям, которые я сейчас испытываю, я искуплю свои грехи, за которые я получил то, что получил. Такой был ответ царя Давида. И вот тут мы приходим к очень простой для себя практической вещи. Когда человеку идет снаружи какое-то страдание, если он считает, что это страдание не от Бога, он начинает бороться с этим. Он начинает с этим бороться, он вступает в войну, и в этой войне, ну в войне всегда, знаете, как щепки летят, лес рубят, щепки летят. Если же он понимает, что это сигнал от Всевышнего, тогда он начинает спрашивать, в чем сигнал? В чем сигнал? Что Всевышний хочет мне сказать? Вот, например, я привел простой пример. У меня я сейчас молился, когда утром, я делаю, ну там, когда в шмонайстре сгибаешь колени, у меня вдруг начали болеть колени. Не вдруг, но я сейчас обратил на это внимание. Я думаю, вот у меня болят колени, больше это неприятно? Неприятно. Но какой Всевышний мне посылает сейчас сигнал, чтобы я именно сейчас, в возрасте 48 лет, задумался над тем, что если у меня сейчас уже болят колени, что будет у меня в 60 лет, в 70, в 80 лет, что нужно действительно услышать этот сигнал и понять, что от Всевышнего идет только добро. И даже если тебе кажется, что что-то не так, Всевышний тебе дает сигнал, это желтый сигнал светофора. Все, что тебе неприятно, все, что тебе не нравится, это желтый сигнал светофора. Ты должен остановиться, задуматься, что тебе сигналит Всевышний. Ты едешь не туда, ты двигаешься в опасном направлении. Ты должен что-то изменить в себе. Не как первый человек и как его жена снимать с себя ответственность. Это не я, это не я, это не я. Нет, это ты. Все, что происходит в тебе, это ты. Все, что происходит с тобой, это ты. Есть ты, Всевышний и его посланцы. И весь этот мир, это проявление Всевышнего в разных его вариациях. И когда ты начинаешь это замечать, тогда у тебя жизнь совершенно идет по-другому. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Шаббат шалом. Подпишитесь, пожалуйста, на страничку в инстаграме. Прям очень вас прошу, есть ссылочка. Второе. И подпишитесь на телеграм-канал Ваикра, чтобы можно было туда вам посылать как раз хитос, всякие материалы для дополнительного изучения. Все, всем удачи, успехов. Шаббат шалом. До встречи в воскресенье. С Божьей помощью в воскресенье в 10.00. Все, всем пока. Шаббат шалом.